В этом видео хочу рассказать, как я вышла замуж за американца и как я попала в Америку. У многих возникают такие вопросы. В этом видео расскажу про все это. Начнем с того, как я познакомилась со своим мужем американцем. Жила я на тот момент в Турции, в Стамбуле, уже три года жила. И мой муж приехал туда, и мы познакомились. Мы познакомились в образовательном центре в одном. Мой муж на тот момент уже год говорил на русском языке. И я на тот момент уже учила английский, у меня был средний уровень. И вот мы могли общаться на двух языках. Познакомились мы перед пандемией, начали общаться, встречаться, уже пандемия началась. И в итоге поженились мы, когда шла во всю пандемия. Пожениться нам было тоже непросто. Мы не знали, где мы можем расписаться, потому что в Казахстан мой муж не мог заехать. В тот период нужна была виза, и все было закрыто, границы были закрыты. В Америку я не могла поехать, у меня не было никаких документов. В самой Турции мы могли расписаться, но нужно было очень много документов. И некоторые документы нужны были с моей стороны, некоторые документы были нужны с его стороны. Я из Казахстана, кто не знает, я из города Алматы. Мой муж из Америки. И в Стамбул я переехала. То есть я приехала, у меня был билет в два конца, приехала с подружками. Но я хотела остаться. Я получилась остаться, получить вид на жительство, найти работу, друзей и так далее. И я осталась. То есть я обратно не улетела. В принципе, я так и хотела. И в итоге мне так очень нравилось, что я там жила три года. Каждый раз я получала продление. Я жила там три года. И мне все нравилось. Я до сих пор скучаю по Турции, по Стамбулу. Познакомились мы в Турции. На тот момент я уже знала турецкий неплохо. Где-то около среднего уровня, я бы сказала. То есть я чувствовала себя комфортно. Я могла так общаться, кое-что, что мне нужно было спросить. И вот я познакомилась с моим мужем. И у меня не было такой цели выйти замуж за американца и уехать в Америку. И вот таким образом попасть сюда. Нет. Это получилось вот так неожиданно. Никто так не планировал. Просто случилось. Мы познакомились, стали общаться, встречаться, полюбили друг друга. И вот поженились. Поженились мы онлайн. Поженились мы в Америке онлайн. То есть у нас был такой вариант. Мы искали разные-разные варианты. На тот момент можно было на Украину съездить и в Украине расписаться. Но прямо перед нашей поездкой закрыли все границы, представляете? И мы нашли вариант, что можно в штате Юта расписаться онлайн. Это, конечно, стоит недешево, но это очень быстрый и легкий вариант. Мы заплатили необходимую сумму. И пять минут через телефон или через компьютер, через планшет, пять минут и все. И мы поженились. Я была замужем, представляете? Даже было сложно поверить, что это все так официально. Я уже все, я уже замужем. Потому что как-то неформально все было. И потом, так как в Стамбуле все было закрыто, мы не могли сделать какую-то свадьбу. Там арендовать кафе или ресторан. И не могли приглашать друзей. Неразрешено было там что-то больше пяти, шести человек, по-моему, как-то так. Поэтому у нас не было вот такого торжества. Мы просто расписались. И на следующий день у нас была фотосессия. Еще речь была у нас такая небольшая перед свадебной. И с друзьями, так буквально пару человек, мы встретились в парке. Поэтому не было там шариков, цветов, шампанского, тортов и так далее. И вот так я расписалась онлайн в Америке. Но сама в Америке никогда не была. И прожили мы полгода после регистрации, после свадьбы. Полгода прожили в Турции. И начали делать документы для мужа в Казахстан. Ему нужна была виза. Эту визу сделать было тоже непросто, потому что ему нужны были документы из Америки. Например, отпечатки пальцев, там какие-то еще документы нужно было. Нам было сложно эти документы получить в Турции. Никто не соглашался на Блёд. То есть не было какой-то компании, организации, которая делала эти документы. А ехать в Америку моему мужу потом возвращаться тоже это много трат. Это было опасно, потому что в любой момент могли все закрыть опять. Но это была неизвестность такая. И мы искали способы, и потом мы нашли наконец-то способ, собрали все документы, получили эту визу в Казахстан и въехали. Въехали, моего мужа тоже не сразу пустили. Они, когда увидели его одного, они сказали, нет, мы вас не можем пустить. И когда он сказал, что я со своей женой, у меня жена из Казахстана, вместе мы заехали. И они, когда узнали, что я здесь, они попросили меня подойти, поговорить, пообщаться. И, в общем, тогда они разрешили ему заехать. Потом мы начали делать ему вид на жительство в Казахстане. Это заняло у нас примерно 3-4 месяца, насколько я помню. Это очень было тоже сложно. Нужно было по всяким документам бегать. Это столько документов нужно было собирать, очередей простоять. И каждый раз они спросили какие-то новые-новые документы, какие-то печати. Ну, как вы знаете, это бюрократия, да, там множество-множество всяких ненужных документов спрашивают. В общем, мы собрали все. И спустя вот несколько месяцев наших нервов, которые мы потратили, мы получили вид на жительство. Мой муж получил на 10 лет. И мы, конечно, обрадовались, что 10 лет, и все, можно спокойно жить. Вот мы хотели там жить, нам нравилось. А моему мужу нравилось. Мой муж вот на тот момент, как мы познакомились, уже год учил русский язык. Он и начал учить русский язык из Америки. То есть он здесь начал учить русский язык. Потом приехал, когда в Турцию, он уже говорил немного. И в браке мы разговаривали только на русском. Когда мы только познакомились, он так принципиально, я хочу на русском говорить только на русском. Он хотел выучить язык, ему так нравилось. Вот, и мы говорили только на русском языке. Сейчас до сих пор мы говорим в браке на русском в основном. Иногда на английский переходим, но как-то все равно язык у нас остался, да, русский. И на тот момент мы были в Казахстане, мы сделали вид на жительство ему. И в тот же момент мы начали делать для меня все документы, чтобы я получила грин-карту. Начали мы еще из Турции делать. Мы начали онлайн все документы, которые возможно собирать, оформлять в посольство, чтобы американское посольство в Казахстане очередь занять, заполнить все формы. Потом уже какие документы нужно было физически собирать, мы уже в Казахстане их собирали. Потом было интервью у меня в посольстве. И тоже это где-то 8 месяцев у нас заняло все. Когда мне позвонили, сказали, что ваша виза готова, эмиграционная, вот они поставили мне визу в мой паспорт. И когда я уже въехала здесь, уже в Америке, мы делали грин-карту мою. Грин-карту тоже мы думали, это 3 месяца будет. Но нам так говорили. Или это даже было написано в официальных источниках 3 месяца. Но на самом деле это заняло у нас 5 месяцев. Мы ждали 5 месяцев мою грин-карту. Первый раз, когда я приехала в Америку, это был ноябрь месяц. Это было холодно, уже почти зима была. В Казахстане шел снег. И приехали мы в Мещиган, штат. Штат Мещиган. Мне не то, чтобы вообще не понравился, вообще мне сама Америка не понравилась. Мне не понравилась Америка. Первое впечатление, это было холодно-хмуро, это было серо. Людей не было на улице, и не было высоких зданий, не было людей, которые гуляют с детьми, какого-то смеха детского разговора, какого-то движения. Этой движухи не было. И еще другой язык, другая культура, кухня, все другое, представляете? Так как еще пандемия на тот момент продолжалась, мы сидели дома в основном, мы никуда не ходили. Многие организации были закрыты, то есть не везде можно было сходить. Ну и как-то так было все неинтересно. Все, что я видела, это флаг, который торчал из двора соседей. Это все, что я могла видеть из окна. Так, когда меня спрашивали, как тебе Америка, я даже не знала, что ответить, потому что мы в основном сидели дома. Потом мы переехали в штат Флорида. В общем, здесь мы первый раз прожили 5 месяцев. 5 месяцев и уехали в Казахстан опять. Мы планировали вернуться в Казахстан. У нас там были свои дела, и мы хотели там жить. У меня там семья, друзья, родственники. И нам нравилось жить в Казахстане. Мы поехали в Казахстан еще на один год. Мы заполнили специальную анкету такую, такой документ специальный, который разрешает мне выехать из Америки, и жить вне Америки целый год. Ну, по каким причинам ты там указываешь, да ты оплачиваешь какой-то там сбор, я не знаю, как это называется. И вот мы заполнили эти документы, и мы выехали. Год мы жили в Казахстане. Я тоже в Казахстане снимала видео. Я работала гидом. Я рассказывала и показывала красивые достопримечательности города Алматы. У нас красивые горы. Я сама любовалась. Ну, в общем, мне нравилось. Вот год быстро пролетел. Ну, правда, зима была очень холодная. Мы как-то так зиму не очень легко перенесли. Что-то прям холода были такие. Вот. И наступило время нам опять ехать в Америку. Моя грин-карта подходит к своему завершению. Мне на два года дали изначально. Мне нужно ее продлевать. Мне нужно продлевать. Второй раз, по-моему, на 10 лет дадут. Поэтому мы обратно вернулись сюда, в Америку, штат Флорида. С родственниками мужа мы сейчас живем. Относятся они ко мне очень хорошо, очень по-доброму. Ну, они меня уже знают. И первый раз они меня хорошо встретили. Ну, у них вообще так принято. Они как бы ко всем относятся хорошо, уважительно, да. И вообще они приняли меня так по-свойски, как-то так, знаете, мне было приятно. Но все же я переживала, так как первый раз мне очень не понравилось здесь. И были впечатления такие, ну, что мне некомфортно, что это не мое. Вот как-то, знаете. Второй раз мне ехать было не так-то просто. То есть у меня были вот эти вот какие-то эмоциональные барьеры. Я, ну, какие-то страхи, может быть, в голове за что-то переживала. Вот. И, конечно, сейчас, когда я уже нахожусь в Америке, приехали мы два месяца назад сюда. Примерно, да, два месяца. И, конечно, здесь много плюсов, много преимуществ, да. Здесь всегда хорошая погода, да. Здесь как-то больше, наверное, возможности развиваться, расти, ну, и так далее. Но все же мне нужно время. Требуется время, чтобы привыкнуть, потому что это настолько другая страна, вот настолько, как другая планета для меня. Когда я приехала в Турцию, мне было легко. Я прям полюбила эту страну. И вот три года мне даже не хотелось возвращаться, да, в Казахстан, погостить, потому что я была поглощена там своими какими-то новинками, что-то изучать, что-то учить. Кто-то лазит. Тут часто лазят белки у нас по забору и игуаны или ящерицы какие-то маленькие. Вот. И вот, и уже забыла, про что говорила. Да. И три года я прожила в Турции. А когда... Мне было очень легко там. Мне там нравилось. Ну, конечно, были какие-то свои трудности, да. Там пока я получала документы, тоже нужно было собирать. Все необходимое. Но в целом, так как Турция может быть похожа на Казахстан, мне было легче привыкнуть. А так как Америка – это абсолютно другая страна, с другой культурой, все другое здесь, другие люди, воспитание, еда, все другое. Вот за два месяца у меня было уже расстройство несколько раз. Хотя расстройство живота, да. Хотя все кушают одно и то же. Как бы я не кушаю что-то такое отдельное, да. Но у меня вот такие проблемы иногда с животиком бывают здесь. Конечно, они привыкшие, наверное, к этой еде. А я вот, видите, как-то так переношу не всегда легко. Поэтому мне нужно привыкать к еде, к воде, ко всему. Здесь нужно привыкать. Мне нужно время найти друзей, какие-то места. Все, что сделает мою жизнь такой понятной, комфортной, да. И язык, конечно, нужно улучшать. Поэтому мне потребуется несколько месяцев, может быть, даже лет. Не знаю, посмотрим. Вот так я попала в Америку. Первый раз, когда я приехала, я ожидала одно. Я думала, что это будет так интересно, что это как Нью-Йорк будет, да. Потому что обычно мы в фильмах такое видим, да, что происходит какие-то интересные сюжеты, да. Я ожидала одно, но на самом деле я увидела совершенно другое. И вообще я не представляла. Конечно, я читала про Америку, я смотрела блогеров, да. Но все же это не была полная картина. Я только начала понимать, что такое Америка, уже будучи находясь здесь. Невозможно, я думаю, так полностью быть готова к этой жизни. Просто если ты смотришь каких-то там блогеров и еще что-то там читаешь, да. Потому что здесь много нюансов и тонкостей, которые никто и никогда не говорил. Я вот уже здесь поняла. Еще надо помнить, да, что я живу в американской семье. Я одна здесь иностранка. Я одна здесь другая. Они все по своим правилам, как бы, все знают какие-то шутки, все. То, что они с детства знают, свои соусы там, приправы и все, они это с детства знают. А для меня это все новое. Каждый шаг для меня новый. Желтый автобус, и для меня это новое. Это вау. А для них это ну и что, типа.